Кино до сих пор остается одной из важнейших отраслей индустрии и развлечений. Крис, похоже, меня слегка сносит. Попытаюсь подтянуться обратно. Понял, вижу тебя. Технологии IMAX строятся на том, что используются специальные поляризационные очки. Каждая линза этих очков настроена на изображение с определенной пленки, потому что каждый момент используется изображение, передать изображение с двух пленок одновременно. Для левого глаза и для правого. Здесь по левому борту потрясающая красота. Да, красиво. Это для IMAX в 3D просто формате, а это в IMAX цифровой. Эти мы не моем, только протираем салфеточками после каждого сеанса. А вот серые мы загружаем в очкомойку. IMAX 3D – самая современная система демонстрации кино. Была разработана в Канаде в 1985-м. Комплексом управляет компьютер с интерактивным монитором. В Москве кинотеатр IMAX открылся 6 лет назад и успешно принимает современных зрителей. Я еще участвовал в строительстве этого кинотеатра. Все оборудование сюда сами затаскивали, устанавливали. В мире действует всего 220 кинотеатров IMAX в 26 странах. Есть особые нюансы стереокино. Сложен процесс киносъемки и не менее прост процесс демонстрации. К тому же удовольствие не из дешевых. Снимается двумя камерами, расстояние между которыми равно расстоянию между нашими глазами. И точно так же потом изображение от каждой камеры проецируется в каждый глаз. В нашем кинотеатре используются два кинопроектора. Кинопленка, готовая к демонстрации, после перемотки хранится на дисках. Экран в нашем кинотеатре достигает высоты 22 метра. Это примерно высота семиэтажного дома. Либо можно поставить друг на друга семь слонов. Это все очень важно для достижения эффекта присутствия. Также экран имеет вогнутую форму для того, чтобы задействовать ваше периферическое зрение. Фильмы для кинотеатров IMAX в гигантском экране в формате 3D особенные, зрелищные, научно-популярные. О подводном и растительном и животном мирах. Наиболее значительных достижениях мировой астронавтики. Первая часть станции была спроектирована и построена в России. Она называется «Заря». Жаль, что сегодня для кинотеатров IMAX фильмы производят только американские и канадские кинокомпании. Сергей Эйзенштейн в 1947 году говорил, сомневаться в том, что стереокино – завтрашний день, это так же наивно, как сомневаться в том, будет ли завтрашний день вообще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...